Вот то, что сейчас происходит в Крыму, было в Сочи. То есть, условно говоря, то, что сейчас стоит 1,4 млн, через год будет стоить 2 млн. Ну, легко. Легко. Окупаемость арендного бизнеса у нас 3 года. Кстати, по поводу ипотеки. Что с ипотекой? Хотела замуж за Васю, вышла за Федю. Вот такой как бы вишенка на тортике в конце нашего интервью. Ну, как обстоят дела с тем, чтобы в Крыму построить нормальный дом на участке? Ну, вообще нет проблем. Вообще нет проблем. Ну, вообще не может быть, что это должно быть. Ну, вы знаете, как проблема есть у тех, кто их не решает или остается в этой проблеме. Есть застройщики, и мы в том числе, наша компания в том числе, мы работаем в партнерстве со многими заводами. То есть это заводы по изготовлению каркаса со счетовых домов, это, и у нас есть инновационные технологии, это быстровозводимые монолитные дома. Вот, и производство налажено в Крыму. Поэтому мы строим дома по индивидуальным проектам, поэтому как бы у нас сложности в этом нет. И сроки мы соблюдаем, и в принципе цены держим очень хорошие. Я знаю, что сейчас есть некие проблемы с квартирами в Крыму, в том смысле, что крупнейшие застройщики пока еще туда не пришли. В основном это местные застройщики, мы с несколькими из них сотрудничаем. Но квартира, конечно же, если мы говорим про курортную недвижимость, это, ну, я не хочу сказать второй ссор, да, но это не то, что хотелось бы. Все-таки, конечно, человеку, который, как это, хочет пожить, ему нужен домик, домик, участок и так далее, и так далее. С этой точки зрения потребитель каким-то образом это уже понимает или до сих пор традиционно, ну, лучше куплю квартиру, ее проще продать, если что? Нет, на самом деле люди, которые сейчас вот благодаря продукту «Крымские дачи», они для себя открыли новый горизонт, что я могу себе позволить домик в Крыму. И когда мы говорим, что минимальная цена участка там миллион четыреста, да, то есть нас переспрашиваются, а это что за сотку? Потому что мы привыкли на курорте там… В Москве это за сотку. Понимаешь? Да, причем это не в ближнем Подмосковье, это так. То есть за миллион четыреста эта недвижимость в Крыму на сегодняшний день может позволить себе каждый россиянин. Ну, не каждый, но… Ну, фактически каждый. Средний класс, да, окей. Земля – это, понимаете, квартиру, квартиру нужно постоянно что-то переделать, сделать ремонт и так далее, а земля – это то, что с тобой остается с тобой, с твоими детьми, с детьми, с внуками и так далее. Поэтому… Есть даже такое движение, как там родовое поместье. Угу. Вот. Так все-таки миллион четыреста, я сейчас вижу, наши зрители, это за какой, за какую площадь? Это за шесть соток. Шесть соток? Да. То есть такие стандартные российские, даже, можно сказать, еще советские мерки. Хорошо, а домик построить сколько? Смотря какой. Если мы говорим самый минимальный, то миллион сто. То есть за два с половиной миллиона я получаю домик. Да. И участок земли. Так точно. Что касается сетей? Сети у нас есть на каждом массиве. Мы продаем как центральные сети, так же мы предлагаем автономные сети. Потому что в Крыму очень, из-за того, что там больше трехсот солнечных дней, мы предлагаем также автономные сети. И есть там целые эко-поселки. Разъясни для незнающих, что такое автономные, что такое центральные сети? Центральные – это центральная классика, то, к чему привыкли. Ну хорошо, у нас есть электричество, газ, канализация. У нас газа вообще нет, потому что мы крымские дачи. У нас есть электричество центральное. У нас есть скважина. Скважина на большом… Нет, скважина на участок, потому что там… А скважина у каждого индивидуально. Северокрымский канал. На некоторых наших участках есть водопровод, готовые колодцы, которые готовы принять эту воду из Днепра, которая к нам пойдет. Но дело в том, что вот эти вот вены, которые от Северокрымского канала, они просто не все прочищены. И нам сказали, что срок очистительных работ займет где-то полтора года. Ну, с учетом всех, наверное, административных вот этих принять и менять, я думаю, что минимум полтора-два. Так, и что, в качестве альтернативы что? Альтернативы – это идет верховодка, называется она техническая вода, то есть в ней можно мыться, и можно мыть посуду, и можно мыть белье, стирать белье. Ну, на ней нельзя, но водоматы стоят на каждом углу, 3 рубля 5 литров. Это что такое верховодка? Верховодка – это, значит, скважина не такая глубокая, она иногда в некоторых местах чуть солоновата, но я, честно говоря, не замечаю. Это вы сами делаете на участке, ну, условно говоря, за дополнительную плату? Да, за доплату мы сами делаем. По поводу электричества есть солнечная батарея, просто солнечная батарея – это очень… На каждом доме, по-моему, солнечная батарея, да? Ну, да. То есть можно установить себе солнечную батарею? Солнечная батарея, монтаж, установка, проект – два дня. Ух ты. То есть это не полгода ждать, там, получать тех условий, все такое, надо 5 киловатт, вот тебе 5 киловатт, надо 7 киловатт. Я вам скажу больше, что у нас гостиница на солнечных батареях. А питьевую воду, условно говоря, ну, не знаю, покупайте питьевую, ставьте себе кулеры и все нормально. Можно питьевую купить сразу, допустим, бочку, там, 500 литров, можно поставить классные фильтры и даже замечательные. Классные фильтры на вот эту техническую воду. Ну, кстати, да, я в свое время имел сотрудничество с крупными брендами по фильтрам, они такие чудеса рассказывали, как они чистят воду, это понятно. Так, с водой разобрались, с электричеством разобрались, с газом разобрались, а канализация? Канализация ЛОС. Что это такое, я не знаю. Локально очистить очистные сооружения, то есть мы можем предложить линейку, все зависит от количества отдыхающих, то есть сколько планируют людей эксплуатировать данный земельный участок, то есть там для двух людей, то есть проще там за 40 тысяч, там семья 4 человека. Тысяча рублей? Рублей, конечно. То есть это будут локально очистные сооружения, то есть туда… Ну, по-русски говоря, септик. Септик – нет. Септик – это вот должна синонизаторская машина приехать, должна вот это все высосать, нет. Сейчас другая тема, сейчас двух видов есть, которые бактерии, бактерии засыпаются и раз… Это био. Да, и бактерии засыпаются раз в год, раз в два года, это все дело обслуживается. Выходит вода, которая, ну, получается по спредам идет вода, которую можно поливать огород запросто, она то есть нормальная. Вот, даже наши в Нижнем Новгороде есть классные ЛОСы, которые даже без бактерий это все делают. Теперь давай вот ты сказала про зависимость от количества отдыхающих. А по опыту уже существующих продаж, какая доля люди покупают что-то для себя, чтобы себе любимому жить, и какая доля для того, чтобы там принимать гостей? Это вопрос из категории «хотела замуж за Васю, вышла за Федю». Я не понял. Это потому что хотела одно, а получилось другое. Наши клиенты – это все-таки 30% это военнослужащие, не выездные граждане. Это было до 2022 года, потому что я боюсь, что с этого года у нас невыездных граждан станет значительно больше. Невыездных не потому что они не хотят, а потому что не могут. Да, вот, короче, первые это были наши военнослужащие. Потом это инвесторы, риэлторы, кто у нас покупал, при том у нас были агентства недвижимости, которые для себя под свои базы для отдыха покупали там по 10-18 участков. Кто еще? У нас очень интересный арендный бизнес, потому что окупаемость арендного бизнеса у нас 3 года. Скажи, как это такие чудеса бывают? Это не чудеса. У нас есть, допустим, первый поселок, он находится 400 метров от моря. Вот он. Получается, вот здесь кромка 400 метров, здесь получается 700-750. Аренда на таком участке можно построить жилой дом 300 квадратных метров с отступами 3 метра. 300? Зачем 300? Зачем 300? Чтобы сдавать в аренду комнаты? Борис, вы сразу чувствуете, вы вообще не с югов. Не с югов, да. Смотрите, 300 квадратные, то есть как можно использовать этот земельный участок? Во-первых, можно вообще ничего не делать, капитализация любого земельного участка в Крыму, она, если ничего не произойдет, а я скажу попозже, что может случиться, она будет капитализироваться где-то в комфортном 50-60 процентов в год. Да ладно, 50-й год. Да, конечно. То есть, условно говоря, то, что сейчас стоит миллион 400, через год будет стоить 2 миллиона. Ну, легко. Посмотрим. Легко. Это курортная недвижимость, у нас просто уже есть опыт, и у меня в Крыму сейчас происходит абсолютное деживю. Потому что вот то, что сейчас происходит в Крыму… Было в Сочи. Было в Сочи. Ну, кстати, то, что было в Сочи за 4 года до этого было в Испании, за 10 лет до этого было в Испании, и я тоже наблюдал это, и, честно говоря, тогда еще в недвижимости не имел отношения, но это наблюдал со стороны и понимал, что, блин, а что я в Сочи ничего не купил? Слушайте, если 10 лет назад вам бы сказали, что вот купите что-нибудь в амеретинской низменности, вы бы сказали, зачем мне эти болота, что там делать? Совхоз. Совхоз Ленина. Совхоз Ленина. А сейчас там недвижимость миллион за квадратный метр. Правда. Вот. То же самое и в Крыму. Если вы, допустим, загуглите, посмотрите проект, называется «Новый Крым», «Новый Евпатория», его уже очень много лет мусолят, и его уже определили, что он будет между Штормовым и Витина, именно там находятся наши поселки. Мы же понимаем, какая будет капитализация земельного участка, если это случится. Бог с ним. Пусть он не будет, не случится. Следующий момент. Не приняты генпланы. В Крыму есть часть зон, которая называется Н1. Зона Н1, которая не определена. То есть эти земельные участки идут, по этим земельным участкам сейчас идут слушания. То есть, допустим, вот у нас есть поселок, да, допустим, ну, говорю. Рядом находится соленое озеро. Мы сделали пробы земли. Пробы земли оказались, ну, почва оказалась засолнена. То есть там невозможно выращивать сельскохозяйственную культуру согласно виду разрешенного использования в том промышленном масштабе, как это должно быть. А поселок еще растет. Что делать с администрацией? Конечно, проводить слушания и уже мы должны, ну, включать нас уже в земли населенных пунктов. Вот. То есть такая тема тоже, она интересная, она есть. Так все-таки, возвращаясь к выйти замуж. Если мы говорим про этот поселок, то его можно использовать, построить дом 300 квадратных метров. Можно построить дуплекс на две квартиры. Можно сделать, поставить четыре дешевых каркасника. Вот такой каркасник будет давать от 12 до 15 тысяч в сутки в сезон. То есть при 80 процентов загрузки это будет 300 тысяч за домик. В месяц? В месяц. В месяц. Четыре домика дадут миллион двести. За три месяца летних это 3600. Общий вал. А мы не забываем, что у нас люди начинают с 1 мая приезжать по 15 сентября. Там загрузка только не сто процентов. То есть вы мне расскажите про какой бизнес, который могу просто на лето приехать в классное место открыть, запустить, поработать. Не без этого. И все. Вот у вас и окупаемость. Окупаемость данного бизнеса составляет три с половиной сезона. Ну, надо считать с калькулятором. Если будет интерес, то, соответственно, переходите по ссылкам в описании. Там есть все дополнительные материалы. Вы все можете посмотреть. Ну и, конечно же, если интересно более подробно про этот проект услышать, там же запишитесь на очередной наш эфир с Региной, где она подробно расскажет про все эти выкладки цифровые по инвестициям и конкретно про проект. И если вам, естественно, по условиям для партнеров, потому что они, кстати, очень-очень хорошие. Мы озвучивать будем? Какие сейчас есть условия для партнеров? Нет. Условия для партнеров не озвучивают. Нам надо убедиться, что вы партнеры. Кстати, да. Потому что эта компания, в отличие от всех остальных застройщиков, сильно ориентирована на партнеров. В частности, здесь нет контактов. Это не потому, что это какой-то секретный объект. Теоретически, вы можете прилететь и этот объект, безусловно, найти, потому что вот здесь на карте все нарисовано. Но это сделано специально, чтобы партнеры имели возможность распространять печатную продукцию и, естественно, зарабатывать свои комиссионы, не бояться, что клиент куда-то там вратится. Очень похоже на то, что я встречал в Испании. Прям вот такой дежавю, потому что испанский наш партнер в Бенедорме, в достаточно таком своеобразном регионе, вот работает по такой же схеме почти с основным, ну, основным количеством застройщиков, которые там строят разные форматы жилья. Начиная там от квартир, заканчивая там дуплексами и домами. А если возвращаться к истории про 300 квадратных метров, это понятно, это заработка инвестиций. Много покупают для себя? Поддача процентов 20, остальное все аренды. Хорошо, те, кто покупают для себя, это кто? Какой портрет? Предприниматели, инвесторы. Предприниматели – это люди, не зарплатники, либо в семье кто-то зарплатник, а один предприниматель. То есть, условно говоря, они там живут и как-то удаленно работают? Как дача? А зачем жить? Сюда надо приезжать на дачу, потому что в Крыму, ну, можно, наверное, жить. Я бы, наверное, жила в Крыму на пенсию. Вот. На пенсию в Крыму, да. Ну, наверное, не в Евпатории. Почему? Ну, я имею в виду вот в этом месте. Я в горы просто не очень. Я в горы люблю ходить, я катаюсь на лыжных, на горных лыжах, я люблю. Но, допустим, жить в горах – это крайне некомфортно. Почему? Вынести мусор в горах. Я не пробовал, поэтому не знаю. Ну, объясняю. То есть, понимаешь, что ты должен, допустим, со своей квартиры спуститься там метров семьдесят, вот прям вот так вот под горку. То есть, поскользнуться на шлепке, разбросать весь этот мусор. То есть, это вообще крайне неудобно. Нюансы. Проживание на юге. Конечно, потому что тебе нужно купить, допустим, молоко. Полгода жара. То есть, ты спускаешься, ладно, с ветерком, ты взял продукты, и потом ты это все тащишь наверх. Ну, я просто жила в горах. Почему не на машине? А может, мест парковочных не быть во дворе? Ну, я, кстати, помню, я в Сочи как-то один раз снимал где-то там вот наверху, и там прям вот так вот машины на друге стояли. Там же люди живут, я же представь, как это… А как с ребенком гулять? Как водить ребенка в детский сад? Кстати, про детский сад я могу сказать, что на юге это катастрофа. Но я не знаю, как здесь, потому что вот у меня, допустим, маленький ребенок, мы при рождении встали на очередь в детский сад, и вот до сих пор, ну, уже ребенок почти 5 лет, все, отказы идут в детский сад. В Крыму мы только пришли сразу же, вот, пожалуйста, на выбор детский сад. Чем это связано, такие чудеса? Потому что нет еще такой заполняемости. Нет такой плотности населения? Да, такой еще плотности населения нет. Наверное, не везде, наверное. Я про Евпаторию говорю. Я говорю про Евпаторию, то что в Евпатории это проще. И мало того, что есть некоторые детские сады государственные, которые на 3 раза в неделю вывозят своих детей купаться на пляж. Ну, кстати, в советские времена, я надеюсь, что тогда с коррупцией было все-таки получше. Ну, в смысле, ее было меньше значительно. Когда был конкурс на детский курорт, Евпатория выиграла у Сочи. И одна из причин было это отсутствие комаров. Не знаю, как сейчас с комарами Евпатория, но тем не менее. И, кстати, Евпатория это был первый город, куда я приехал в Крым, потому что там находится дом отдыха Министерства внутренних дел Советского Союза. И моей маме по путевке выдали, я там отдыхал. И, кстати, Артек победил Орленок тоже в свое время по такой же причине, что Крым почему-то по каким-то экологическим, не знаю, тогда такого слова не было, санитарным нормам и всяким требованиям для детей считался более подходящим. Подходящим, более развитым. Смотри, потому что люди, которые покупают земельный участок в Крыму, это не просто земля. Они покупают чистейший пляж. То есть там пляж, как манка крупа. Чистейшее море. Там обалденный дайвинг. Там все побережье усыпано разными озерами. То есть там есть соленые розовые озера. Там есть бальнеологические озера грязевые, косметологические. То есть все, что связано с ортопедией, это я точно знаю. То есть это бесплатный бонус. Я покупал землю в Москве в аптеке, как там саки называется, для ребенка, потому что у него там в детстве было что-то с ножками. Вот, поэтому все, что касается бальнеологических курортов, это рай. То есть это доступно. То есть ты идешь на море, зашел в грязь, помазал, и такой же в грязи идешь к морю купаться. Ну, пока идешь, там 10 минут грязь работает, споласкиваешься, купаешься. Это для детей, пожилых людей, это действительно удивительно. Для людей с больной кожей тоже. Просто до вас, до москвичей… Я не москвич по рождению, на всякий случай. Просто до Москвы не доходит точно ни крымское вино, ни крымская косметика. Она обалденная. Нет, она доходит, просто она здесь очень дорого. А, я поняла. И с тех пор, как присоединили Крым… Я очень… Я с юности люблю Массандру, то есть студенческий год. Это годов, да, и мало того, это чуть ли не один мой… Не первый мой бизнес в жизни был, если можно назвать бизнесом. Мы с коллегами, с друзьями, студентами ездили в Ялту и привозили вино в рюкзаках, поездом. И потом под Новый год у нас в общаге МГУ продавали. Молодцы. Там как-то кормились, потому что это был 92-й год, очень тяжело. Давай по инфраструктуре и доступности. Понятно, что… Давай по Евпатории. Евпатория – своеобразный город, посмотрите обязательно на карту. И можно ли там действительно вот что по инфраструктуре получить, особенно вне сезона? Почему многие любят Сочи? Потому что Сочи не умирает зимой. Что здесь с этим? Ну, конечно, народу убавляется, но… Евпатория живет все-таки зимой? Конечно. Я вам скажу… Там есть трамвай своеобразный. Да, там узкоколейная железная дорога, да, она очень узкая. Но там дело не в трамвае. Во-первых, климат, воздух. Что делать зимой? Что делать зимой? Я не был зимой в Крыму. Кататься на лыжах? Можно на Айпетре ездить? Ну, на Айпетре далековато все-таки. Хотя можно… 120 километров. Да, да. 120 километров. Ну, там если жить… Что такое Крым? Когда ты… Вот бывает отдых, когда ты поверхностно отдыхаешь. Вот, допустим, ты поспал, ты вкусно поел, съездил… Купался. Покупался. Вот это поверхностный отдых, то есть ты физически отдохнул. А Крым – это ментальный отдых. Потому что там все-таки настолько интересный крымчане народ. Вот, то есть там единство народов, там живут русские, украинцы и татары. Они живут в содружестве. То есть, если что-то тебе нужно, и ты местного спросил, куда нужно идти, вот он пока не убедится, что ты понял. Он тебя не отпустит. То есть гостеприимность. Ну ладно, только Ялту давай из этого вычеркнем. Ялта прям вот совсем как в Сочи, там все не так. Сочи – это не так. Вот Ялта тоже не так. Да? Ялта очень похожа на Сочи. Это прям такое пафосное место. Нет, Евпатория – это очень радушное. Во-первых, продукты очень доступные, вкусные. Я всегда думала, что торпеда дыни – она самая вкусная. Я ошибалась – самая вкусная дыня в Крыму. Притом, я даже не знаю, что это за сорт. Ну, я думаю, с тобой наши коллеги из Узбекистана успешно поспорят. Ну, не важно, не будем в эти детали уходить. Баттл. Да, баттл про… Все-таки я понимаю, что в основном это покупают для инвестиций. Потому что, ну, правда, в несезонную жизнь, ну, либо как дачу. Особенно если… Но мы себя позиционируем в крымские дачи, то есть летний отдых. Почему такое позиционирование? Ну, потому что мы не хотим людей обманывать. Мы позиционируем себя как отдых в летний сезон. Но, приехав в Москву развивать, московский регион, я поняла, что вам и там будет хорошо зимой. Давай уберем ту ситуацию, которая есть сейчас с перелетом. В случае, если прямое сообщение с Симферополем. Сколько занимает дорога из Москвы? Летом? Ну, летом, понятно. Потом еще от Симферополя. Вот не сезон, я брала билеты 1200-1500. Ну, ты прям хорошие брала. Ну, вот апрель. Ой, нет, не апрель, а я сейчас скажу, когда. Когда я летала. Вот, это было, получается, начало февраля. Начало февраля, потому что я встретила 23 февраля здесь. Окей, там, условно, там 2000-3000 рублей билет. До Симферополя. До Симферополя. От Симферополя до участка сколько? До участка, ну, примерно где-то 50 минут едете на электричке прямо от Симферополя. А, на электричке. Конечно, да. А если на машине такси? Если на такси, кстати, обрадую вас, трасса Тавриды сделает ответвление от Симферополя до Евпатории, прямо до Мирного, до Поповки. И уже первую часть трассы открыли. Ну, примерно дорога будет занимать где-то 40 минут. 40-50. Ну, давайте заложимся полтора часа. Потому что до Симферополя мне тоже говорили 40 минут. Но я ехал полтора. Нет, там полтора, если это прям пробки-пробки, сезон, июль, час пик, август. Ну, или стройка, или дороги постоянно у нас ремонтируют, а это регулярно у нас. Ну, нет, полтора часа что-то много. От дороги до участка и какая дорога идет? Асфальт? Асфальт? Прям асфальт? У нас, получается, от дороги до участка, если на первом участке там идет, получается, везде ракушечник, ну, мы все дороги сделали. Что значит, мы все дороги сделали? У нас есть, наша компания, помимо того, что мы сделали внутри дороги, отсыпали ракушечником, мы сделали, отсыпали подъездные пути от трассы до поселка и также от поселка до моря. Ну что ж, если вам не хватило информации, а, скорее всего, ее не хватило, то, конечно же, как я уже говорил чуть раньше, записывайтесь на наш прямой эфир, и мы его обязательно будем проводить не один раз в течение лета. Мало того, вот я знаю, у меня тут подсказка, в последнюю неделю июня предполагается брокер-тур, который будет непосредственно проходить в Крыму, то есть вот на крымских дачах рядом с Евпаторией. Всех брокеров туда приглашают, там будет прием, все остальное. Подробности, опять же, как бы переходите, смотрите, записывайтесь на все вопросы, мы ответим. Ну что ж, спасибо. На самом деле разговор такой получился, может быть, с одной стороны сумбурный, но с другой стороны мы не ставили себе задачу, чтобы там подробно обо всем рассказать, потому что действительно информации много, и по поводу близлежащих регионов очень много информации, я имею в виду, с моей точки зрения Крым очень компактен, а благодаря трассе Таврида он становится еще более компактен. Я помню, как недавно, по-моему, я зимой был в Крыму, кстати, на Новый год, кто-то из коллег местных сказал, елки-палки, я, говорит, раньше до Керчи добирался день, а теперь, говорит, мне выехать в Темрюк, чтобы там сделку сделать, кстати, по поводу ипотеки, это, наверное, отдельный разговор, и мы о нем обязательно поговорим. Вот мне теперь нужно, я днем днем управляюсь, я четыре часа туда, или два с половиной в зависимости от трассы, откуда ехать из Ялты, и вечером возвращаюсь обратно. Что с ипотекой? У нас ипотека Сбербанка, у нас есть все виды оплат для наших клиентов, то есть рассрочка, то есть рассрочка у нас от застройщика без процентов, без привязки к курсу доллара на год мы даем. Ну что ж, вот такой как бы вишенка на тортике в конце нашего интервью. Еще раз говорю, все вопросы в личной беседе или на нашем прямом эфире мы обязательно осветим, и поскольку лето, вы можете совместить полезное с приятным. Поработать, приехать на брокер-тур, возможно, уже даже со своими потенциальными клиентами, ну или привести их за собой. Да, понятно, что сейчас логистика не самая простая, но, как сказал наш президент, обычно все, что он говорит, выполняется, потому что это чревато выводами организационными. Он сказал, что железнодорожное сообщение будет активно налажено. Ну а по своему опыту скажу, что трасса вполне себе хорошая, мост и тем более за мостом, трасса Таврида, практически только, по-моему, перед Севастополем какой-то ремонт, вполне себе удобная. Вне сезона так вообще кайф, потому что ты просто едешь и едешь. А в сезон, конечно, будет тесноватенько, поскольку возможны всевозможные истории, и сейчас у нас страна условно закрыта, людей, я думаю, будет у вас много. По оценкам некоторых экспертов, в этом году ожидается до 10 миллионов туристов, которые приедут в Крым. Спасибо большое, будем на связи. Спасибо, что пригласили. Берегите себя, своих близких, свой дом и свой бизнес, если он у вас есть. Пока, до встречи где-то в интернете.